сегодня 24 сентября и вот такое вот утро солнышко туман и минус 2 и на траве была изморозь лучи такие красивые от солнца а я варю кофе и сейчас сможем будем завтракать когда тут я здесь жила мне очень нравился этот район очень сложно было получить квартиру в этом районе потому что комнаты были раздельные дома кирпичные тем теплые очень во дворе росли яблони зелень тихо уютно приятно кухня и комната вот сейчас будет видно нет не это выше на пятом этаже но вот с левой стороны два окна первое окно это кухня второе это детская и на обратную солнечную сторону выходила гостиная и спальня вот здесь вот я долго 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 жила смотрите охраняется территория сейчас здесь тоже приятно жить дороги хорошие правда единственная машин много стало очень во дворе у нас раньше в стройтресте где я работала можно было получить квартиры только на первом или пятом этаже ну вот так вот но зато все время постоянно мы их получали определенный процент от сдачи был наш ужин жареная картошечка с белыми грибами большая большая луковица масло растительное и сливочное немножечко соли и вот такая вот вкуснятина будет на ужин авокадо почему-то оно какое-то такое деревянное пусть лежит отдыхает груши принес бананы бананы это к творогу немножечко груша вот здесь такая побитые остальные хорошие но это пока нес наверно и вот такие сливы купил здесь помидорки заканчиваются надо будет на рынке купить и огромный огромный арбуз тот мужа съели арбуз который муж покупал и теперь это очень большой арбуз живы в порядке красота какая красота очень люблю такие острые до румяности пожарю может это и вредновато опять же муж такое любит я только немножко такого поел картошечки ну наверно еще на завтра останется с белыми грибочками зашла вкусно зашла очень даже очень даже белые грибы есть белые вот так а я как пожарила их а как я отварила а как я их порезала начинает не крупные не мелко я я я я это что это такое а как же а то их собирал спасибо только больше не надо корзинами грибов но не надо будет людей грибов нету и она не хочет ну что это за безобразие белые да а все остальное уже нет а теперь немножко от нашего быта скучного к веселой романтики вы знаете я иногда показываю самые красивые места эстонии и вот это вот под пиар ну отель ле панина 19 августа моя дочка там отдыхала и вот я хочу поделиться вот такое вот красивое место место для отдыха посмотрите как все благоустроено красиво она приехала в восторге сказала что очень очень понравился и отдых все сделано для того чтобы люди которые приехали туда отдыхали наслаждались и получали удовольствие от самого отдыха вот такая вот красота это небольшие пятизвездочные отели для семейного отдыха и романтического отдыха отель расположен на берегу моря ухоженная территория очень уютный номер с балконов великолепный вид вокруг отеля очень красивый сад за которым каждый день старательно ухаживают а на территории вокруг отеля в самом отеле идеальнейшая чистота там есть теннисный корт пляж бильярд настольный теннис сауна бассейн массаж гидромассажная ванна открытый плавательный бассейн единственное но нельзя с домашними животными вот это вот минус я посмотрела оценку людей которые там жили из 10 баллов 8 и 9 8 и 8 пишут что очень понравился отдых что вернуться еще что очень много экскурсий пеших прогулок вот такое вот место для отдыха а еще я хочу показать уникальное место куда мы ехали ездили летом вот кусочек один остался который я не показывала кроме интересных замков мыс крепостей в эстонии ведь есть немало прекрасных уголков где можно полюбоваться великолепной природой одним из таких мест является долина реки Ахла мы вдохновенные живописными берегами и многочисленными пещерами это замечательный природный заповедник тая восхода названия переводят по-разному небесные хороны небесные палаты небесные мастерская и не расположены по обеим берегам и длины с куличушкой Ахла ну и это природная жемчужина нравится будет тем кто любит природу пешеходные прогулки главной достопримечательностью тая восхода являются ответственные склоны песчаные утесы пещеры ну и сама первобытная река высокие скалы из красноватого песчаника возникли тут миллионы лет назад и всего эффектных обнажений песчаника насчитывается около сорока а та восхода сложена немало легенд героями которых служат и черти и русалка и дева с льняными волосами говорят что там есть множество тайных подземных ходов не зря же именно в этих местах снимался знаменитый эстонский фильм последняя реликвия кто же не видел этот фильм в советское время и конечно же считается что каждый житель Эстонии должен хотя бы раз в жизни посетить это уникальное место вот и нам повезло и мы посетили тоже это уникальное место полюбовались красотами природными красотами а это о фильме на этом самом месте выполнили с первого дубля работу потому что главный актер сказал что он будет работать без дублеров он тогда был звезда просто и в общем то все делал сам потому что это был один из самых дублеров я просто пообещала ангелин не знаю кому надо тому и надо здесь установлены специальные стенды где можно получить интересующую информацию и вот показано в разрезе каким образом здесь все устроено вот это и есть красноватый песчаник невероятно даже представить невозможно что вот эти обнаженные песчаники возникли миллионы лет назад вот вам срез вот так вот под тем что мы с вами ехали песок песок разнослойный вы видите и с добавлением железа где много красного магний дает желтоватые оттенки там где чисто богатым кварцем там чисто белый песок одним словом мы видим как формировалась вот это вот все слоеный пирог оседал и собственно это самый высокий но не самый длинный не самое длинное обнажение практически получается так что если по течению реки идти все право весь правый берег вот такой вот высокий и удивительным образом левый берег плоский и соответственно даже мы не будем помыть если говорить таким языком обратите пожалуйста внимание очень много дырчик это гнезда не только ласточек берега зимородок она размером с воробья но очень яркая с синим оперением самое известное место где она гнездит цитая воскода на реке Ахья там же она и зимует сидя спинка желтая грудка вот экскурсовод рассказывает что да действительно вот здесь вот в этом месте единственном обитают эти птицы и можно гнезда определить по сильному сильному запаху как она сказала очень вонючая птица это птица ну единственная птица в наших краях с оперением попугая яркое оперение имеет защитную функцию вот глядя с высоты ярко-синяя птица зимородка сливается с отражением поверхности воды они сидят смотрят в воду и как только замечают рыбу следует быстрый нырок в воду их кажется как будто драгоценный камень упал в детстве у моей дочки зимородок птица книжка была такая любимая книжка яркая красивая такая немного о съемках фильма последняя реликвия этот фильм снимался в течение целого лета 1969 года случалось то одно то другое платье Агнес перебегавший крышу усадьбы Рисбитера чтобы лучше воспламенилось было обрызгана бензином но с избытком так что Габриэлю пришлось срывать платье со спины по-настоящему загоревшейся партнерши один каскадер сломал пальцы упав в колодец а сцену в лагере постанцев где жарили настоящую овцу и пили пиво переснимали аж дважды при проявке была испорчена пленка а сцена где монахи не хлистали была вообще выброшена так как ее сочли слишком эротичной но все-таки в итоге фильм был сделан и как писали в тогдашней эстонской эспресс в газете состояние Тайлендфильма было скверным предыдущие фильмы успеха не имели и советская студия решила действовать аж по-голливудски и фильм редактировал сам Леннард Мэри как писали что как под дирижерской палочкой Леннарда Мэри родилась последняя реликвия благодаря тремя годами страданий ну вот экскурсия закончена такое вот красивое небо нас сопровождает и мы возвращаемся домой очень устали но получили массу удовольствия а при выходе из автобуса пожалуйста не забудьте забрать все свои вещи ну а мы желаем вам хорошего настроения прекрасных солнечных летних дней лето еще полмесяца у нас впереди берегите себя не болейте и надеемся до новых встреч спасибо вот так вот я с удовольствием поделилась тем чем сама наполнена была лето прошло наступила осень но все равно так приятно вспоминать то что было интересного в моей жизни и в жизни моих детей спасибо большое что посмотрели спасибо что заходите ко мне на канал заходите подписывайтесь пишите комментарии я буду рада чистого неба вам и всем пока